В Верхневолжье, по информации органов ЗАГС, среди молодоженов сохраняется тенденция последних лет регистрировать брак в торжественной обстановке. По традиции, популярным местом для проведения свадебных церемоний становится областной дворец бракосочетания. Здесь в январе-феврале этого года зарегистрировали 414 браков, больше на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Областной ЗАГС был открыт в Твери по инициативе губернатора Игоря Рудени. В ЗАГСе также подведены итоги рождаемости в первые два месяца текущего года. По данным органов ЗАГС, за это время в регионе было зарегистрировано 1345 малышей, 703 мальчика и 642 девочки. Наша съемочная группа решила выяснить у жителей областной столицы, по каким причинам и почему нужно регистрировать свои отношения. И вот посмотрите, что из этого вышло. Здесь возникает как бы ответственность обоих, и у девушки, и у мальчика. Вот, как бы это такой финиш, что все, пора становиться, нужно заводить семью, иметь детей, чтобы жизнь была уже правильной. Вот, а то, что было, вот, ну, модно, я не знаю, откуда был наведом, может, с запада, там какое-то непонятное зажительство, это, конечно, серьезно. Учитывая, что мы уже бабушка и дедушка, а наши молодые как-то не особо хотят регистрироваться, но, тем не менее, живут в согласии, любви, и все хорошо. Поэтому не знаю, насколько обязательно регистрироваться. Если, может быть, по каким-то юридическим там параметрам, то это да. Регистрировать отношения, я думаю, это, в принципе, в большей степени для женщин какая-то уверенность, стабильность, спокойствие, наверное. Это свободные браки, я, честно говоря, не поддерживаю. Мы люди русские, изначально это всегда было, что правильно, сначала женились, а потом жили. Да, во-первых, это там имущество, наследство, дети, ну, что дети будут под какой фамилией-то, потом их, потом будет ребенка устанавливать или удочерять, я вот так думаю. Это обязательно надо. Я так, а там я не знаю, кто как думает. Например, я зарегистрировалась, у меня было, сколько, пять месяцев, наверное, еще в животике. Мы сразу поехали и зарегистрировались. Знаете, мое поколение, оно воспитывалось так, мое поколение. Сейчас немножко по-другому молодежи, они немножко поживут с одним, с другим, с пятым, с десятым, меняют, меняют партнеров, приспосабливаются. Ну, а мы по-честному выходили замуж, по любви. Я лично по любви выходила, у нас такая была любовь. Для меня это было, так сказать, потому что я, как вы видите, женат, это ощутить тот самый праздник, наверное, праздник любви, праздник теплых, нежных отношений, да, и непосредственно, чтобы родственники со мной разделили весь этот, как говорится, кайф, потому что, ну, это мое личное, как бы, мнение, что свадьба такой, которая, она есть, и любовь, как и отношения, когда ты в брак поешь, это очень серьезный, так скажем, шаг и поступок. И он должен быть всего лишь один раз в жизни.